Пять лет назад у нас прям по центру города как бы могли валяться трупы животных. Лучше уже отравить, зачем тратишь деньги, давая просто в речку или камнем по голове. Нам иногда самим приходится ходить и защищать животных. Меня зовут Йорга Елена. До того, как мы организовали пункт стерилизации, я работала агентом по недвижимости. В 2021 году мы организовали концерт, благодаря чему мы могли построить кое-какие вольеры. Мы должны заниматься отловом, раздачей щенков, пристроим взрослых собаку сборкой, кормежкой, помыть миски, убрать вольеры, домики и так далее. То есть работаем нор. Мы выиграли проект через Примарию о стерилизации домашних животных. Сейчас делается акцент на домашних животных, потому что оттуда очень большой поток выброса идет. Анса нам выдала вакцины и стерилизацию, получается, до 12 килограмм оплачивает Примарию, остальное уже волонтеры. Все остальное, паспорт, прививки и так далее, это большие затраты. На каждую собаку мы не можем, потому что практически каждый день стерилизуется какая-то собака. Так, это малыш. Он был выброшен на Лопаевке примерно месяца три назад. Эту собаку привезли нам соседи, от людей, которые уехали за границу и оставили ее. Лечение бывает занимало 8 тысяч лей, 16 тысяч лей, 5 тысяч лей, в зависимости от заболевания. Вот у этой кошки были кишки наружу. У них видно, что кожные заболевания были, видно по шерсти не все отросло. Мне Валерия и Карина в Примарию оплачивают зарплату. Есть еще несколько волонтеров, которые работают, соответственно, бесплатно. Просто помогают, когда они могут. У нас это занимает целый день, да, а у девочек там может занять час в день или час в неделю. Меня зовут Мира, мне 18, и я волонтер в свой уже год. Раньше я всячески выходила на раздачу, отвозила животных по разным городам или же даже на операцию. В данный момент помогаю финансово. Самое сложное было, когда я взяла собаку на передержку, и я к ней как бы очень сильно привязалась. Это была немецкая овчарка. Ее выбросили, и я ее выхаживала, и потом пришлось ее отдать. Люди каждый день выбрасывают животных. В один период у нас по городу бегали немецкие овчарки штук пять, и хаски, балабаи бегали. И то есть это опасно для людей, и при этом животные потеряны. Они не знают, как это делать. Вот недавно так был случай. На женщину напали целая стая собак, мы их отпугивали. И в итоге она сидела, как бы, тряслась, ей было очень плохо. И пришлось и валерьянку давать, и успокаивать, и до дома провожать. То есть ей было очень плохо. И таких случаев бывает часто. Прошлый центр был ужасный. До Елены и Скубиду были ужасные условия содержания. То есть это был огромный заброшенный завод. И там были буквально маленькие вольеры, где было до десяти собак. Я как-то пару раз приходила, как бы мы с моими родителями помогали даже тому центру. Но когда я заходила, я увидела то, что собаки бегают в крови. Они дерутся между собой за еду. Некоторые валяются даже мертвые прямо в клетке. И никто их не убирает. И, насколько я знаю, даже было что-то наподобие клуба бойцовского. То есть там собак специально друг на друга стравили. Как бы даже бывали моменты, когда выпившие люди брали оружие. И ходили по району, где дети бегают с оружием, и выстреливали собак. Это у нас вообще запрещено, но им было все равно. Это очень печально, то, что бездействует и полиция, и другие органы. Оно такое двоякое, вроде есть закон и нет закона. Но в основном собаки по окраинам, потому что там больше всего выбрасывают. То есть Сибирина, Гидра, Липованка, Лапаевка. То есть край города, где выбрасывают щенков, собак, кошек. В центре есть женщина, которая кормит, да, в цветочном путике. Соответственно, они приходят туда покушать. То есть они знают точки, где можно покушать. И уже там тоже ска проходит. Каждая собака по-разному. Бывает собака, что у нас, допустим, месяц, и на нее затраты в пределах 10 тысяч, потому что ей делали какие-то операции. Но люди помогают. Если, допустим, вы обратитесь ко мне и попросите, чтобы я взяла какую-то собаку, я спрошу у вас, с чем вы можете помочь. Допустим, я могу написать пост, я могу договориться с ветеринаром, я могу помочь транспортом отвезти. Поменялось ли отношение к горожанам? Я считаю, что да. Далеко не все поменяли, но постепенно люди начинают привыкать к животным и по-человечески к ним относиться. Родители с детьми как-то спокойнее гуляют по парку, могут даже подкормить животных. Спокойно погладить и не опасаться. Но все-таки есть люди, которые сами по себе боятся животных, и независимо стерилизована она или нет. Тут как бы двояко, но все-таки, я думаю, стало лучше. Я их воспринимаю как маленьких детей, которым также нужна забота, нужна опека. Центру будет намного легче, если будет постоянно финансовая помощь от людей или же физическая помощь. Плюс центр начнет развиваться намного больше, может потом откроется и приют для собак, и плюс наш город станет, по-моему, поприятнее, дружелюбнее, если мы не будем опасаться и кидаться на животных. И плюс животные будут это чувствовать и также проявлять дружеское отношение или никакой агрессии не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова